Плодородная земля Северского района способна вырастить не только зерно, но и другие культуры. Глава муниципалитета Андрей Дорошевский посетил несколько хозяйств района, где пообщался с фермерами, выяснил их проблемы и нужды. В хуторе Новоивановском львовского поселения раскинулся настоящий цветочный оазис. Основал его глава крестьянско-фермерского хозяйства Сероб Маргарян. Хозяйство занимает 44 гектара, из них целых два – тепличный комплекс. Ассортимент большой – розы различных сортов, герберы, пионы, лилии. Вырастить все это великолепие ничуть не легче, чем овощи или злаки. Как известно, цветы очень капризны. Работа кипит не только в теплицах, но и в помещениях. Сотрудники готовят собранный урожай к отправке по цветочным магазинам и на рынке. Часть сразу собирают в готовые композиции, а, например, герберы упаковывают в специальные коробки, чтобы не помялись. Для самых капризных букетов предусмотрен огромный холодильник. На хуторе Красном в крестьянско-фермерском хозяйстве Евгения Жукова раскинулся молодой яблоневый сад. Деревьями засажено 56 гектаров, из них 35 уже начали плодоносить. Прошлый год принес 23 тонны урожая. И для молодого хозяйства это не предел. Рядом сады Татьяны Шаталиной. Выращивают грецкий орех, фундук и даже миндаль. Ореховые рощи занимают 48 гектаров. Основатели хозяйства рассказали, что выбирали только элитные сорта деревьев, а потому вся продукция качественная и очень вкусная. Например, грецкие орехи Чандлер славятся своей высокой урожайностью и тонкой скорлупой. Её можно разломить руками. Андрей Дорошевский выразил готовность поддерживать фермеров во всех начинаниях.